Всем здрасте! В общем, сначала я с вами поделюсь своим негодуем. Вообще, видос посвящен моей покупке в пятёрке, я решила всё-таки обозреть, потому что как-то после этой трансляции все заглохли. Всех прибило этим трёхчасовым трёпом ни о чём. Я вообще не помню, о чём говорила. В общем, иду я из пятёрки. По периметру это называю, по механке. Вполне себе спокойный, нормальный, стабильный, со знаком даже, блин, дорожным. Дорожный пешеходный переход. Ещё есть машина какая-то. Сначала я тормозила, потом думаю, тут, блин, пешеходный переход. Знак стоит, все нормальные люди. И даже ненормальные тоже, подозреваю, пропускают людей, потому что пешеходный переход. Вот эти белые полосочки. Ладно, зима. Ты не видишь эти белые полосочки, но, блин, ты знак видишь. Может быть, ты знак не видишь, чтобы у тебя права добрали. у него, вот того этого мужика, короче говоря, иду себе спокойно, едет машина, не тормозит даже нифига, вот это вот, как себе домой, ну вообще все нормально, у нас в Угличе, по-моему, вообще дохрена как любят, соблюдать в кавычках любят, любят в кавычках, точнее любят из кавычек соблюдать в кавычках эти ПДД, я иду, расстояние вот буквально вот такое от меня до машины, машина едет, сигналит так недовольно, окна закрыты, я так вслух охреневшая, вообще-то тут пешеходный переход, вы что, совсем офигели, как-то так, а оно едет не останавливаясь, не тормозя даже, и что мне пришлось пропускать машину, мне на пешеходном переходе пришлось пропускать машину на механке, и она едет туда, скорее всего, или в сторону зоны, или в сторону цветочного, я понимаю, ну даже нет, я не понимаю, ну там машина какая-то, я в них не очень понимаю, русская, не русская, мягко говоря, слегка грязная, не особо навороченная, Наверное, этот человек любит, точнее, не любит свою машину настолько, что чаще всего, скорее всего, просто уверена, что он свою машину хранит, как у нас сейчас принято, за имением гаража, за неимением гаража, прямо во дворе дома. В общем, я в таком охренении, офигении, я сначала думала вконтактике напечатать, а потом думаю, нет, лучше я выскажусь в видео, вот прям своими вот этими натуральными, ненарисованными эмоциями. И второй вопрос, это уже точнее, даже не то, что вопрос, это тема. Люди, я вот сейчас сладок, это я не очень врубаюсь, до сих пор не врубаюсь, суть этих трансляций. Я так поняла, что можно во время трансляции что-то обозревать. Да, воскресенье у меня будет благодаря одному доброму подписчику, зрителю или как-то так, или зрителю и подписчику, ну, в общем, человеку, смотревшему этот тестовый поток сознания, камера с хорошим качеством. Я все-таки буду делать эти ваши воскресные, воскресную рюльку. Я не понимаю сути, вот нормально ли, если я, допустим, буду те значки, которые я когда-то обещала в Инстаграм обозревать, обозревать на камеру в нормальном качестве, вот говорить, вот это вот значок, ну, и попутно читать ваши каменты и отвечать вам. Или это ненормально? В общем, вы мне сегодня, я надеюсь, что это сегодня будет, ну, короче, когда увидите это видео, мякните в каменты. И еще у меня, вообще что-то последние два дня, у меня день как одна маленькая жизнь. У меня вчера накрылась система, я так поняла, что Linux Mint Mode, это теперь что-то типа семерка, восьмерка, виста, в общем, винда какая-нибудь, которая вот каждое ежедневно несколько минут почти постоянно-постоянно обновляется, что-нибудь там обновилось, и все накрылось. Вот у меня что-то обновилось, а я представляю, что обновилось, и все накрылось. Вот я только не представляю, нафига выставлять. Раньше, по-моему, было первое, второе, третье, это обязательные обновления, и они стабильные. Теперь у нас третье, то же самое, что четвертое, пятое. Ваш риск и ваш страх, вы ставите обновление, обновилось там как бы ядро, которое вообще-то у меня уже четвертое стояло, а не третье, ну и, в общем, все накрылось. Я вчера с бубном, но все-таки практически все спасла. К моменту, скорее всего, у меня какие-нибудь фотографии, папок, ну, может, 10 пролюбилась окончательно. Но я к тому, что я что-то так... Я поставила в результате Дебилан 9. Вся довольная. Практически все то же самое. Слегка дизайн отличается, хотя эту среду вроде моты влепила туда. И я решила сегодня еще заодно обозреть вот это и протестить OpenShot. Потому что как бы там все то же самое. Все те же самые программы про родителей. Минт Мотэ, допустим, я поставила. И как бы все то же самое, даже удобнее. Плюс в том, что там нету всяких там наворотов. Допустим, программ, которые я вообще не пользую пингвином или пингином или как там его... Ну, то, что там Аська и прочая фигня, я уже года два его не пользую. Он там стоит, стоял в Минте. Обновлялся. Я даже разобралась в своей лбунте. Если там какие-то определенные процессы не идут, ну, может быть, он тормозил у меня от того, что я его включаю раз в месяц, раз в три. И он был мало заряжен, и точнее был полностью разряжен. И из-за этого, возможно, тормозил. Еще из-за мазила слегка тормозил, потому что мазила, она местами такая жрущая. Да, кстати, у меня вот на этом... на этой системе у меня нормальная мазила, и там должна быть как раз трансляция, которая поддерживается именно вот этой нормальной мазилой. Точнее, куколь поддерживает вот эту вот нормальную мазилу в Убунте. Я там нашла, там есть ну, всякие такие... Я как-то ее установила где-то в сентябре, наверное, или летом, я уж не помню. В конце лета, наверное, или в начале... В начале сентября, скорее всего. Установила исключительно потому, что вот она как-то гармонично сочеталась с моей мелкой ноутбучкой. Нетбук, это у меня нетбук, Asus, и PC, чего-то там. Беленький, хорошенький, люблю Asus. И, короче говоря, там есть приблода для... Если, допустим, я приобрела, или мне кто-то подарил, вакуум, по-моему, вот забываю все время о правильном произношении, графические планшеты. Вот именно с вот этой версией Линуха Убунтой он вообще там уже есть приблода, вот только подключи в USB в суть, да, и уже работай. И меня когда спрашивали на этом семинаре вебическом, скажем так, на этой трансляции моей мечты, вот сегодня в три часа я уснула, ну, грубо говоря, вот эти два дня моей любви с компьютером, у меня вообще вчера что-то вся техника висела, тормозил у меня телефон жуткостно, потом тормозил маленький планшетик, менее жуткостно, тормозил нетбучик, и про компьютер я вообще молчу. Короче говоря, у меня появилась вдруг мечта вот этого, я периодически о нем думаю, вот спрашивали меня, если вдруг что, а мне не знаю вообще скажут, это что-то или нет, появилась у меня мечта вот этого графического планшета. И когда-то давно, лет 5 назад, я его брала погонять, в кавычках, ну, короче, поюзать тестово у своего приятеля, одного компьютерщика, может сказать, ну, виндузятника. И что-то я тогда не впечатлилась, ну, вот мне наш японист, товарищ по сканлейту, сказал, что некогда забывается еще и с монитор, ну, с дисплейчиком, короче. Я вообще без понятия, сколько дисплейчиком стоит, мне потому что сказали, что дофига стоит. И, в общем, у меня какая-то такая мечта, ну, чтобы была же, должна же быть какая-то мечта, да, вот теперь у меня мечтал вот этот вот планшетик графический, чтобы там вот это клин до ума доводить. Ну, скажем так. Ну, а теперь обзор еды. Вообще, я шла тупо за яйцами. Встретила по дороге знакомую, подружка моей бабушки, наверное, семейные друзья такие, да, человек, представитель семейных друзей. Поколениями дружили. И, не знаю, что спросила, рот за яйцами иду. Ну, как обычно, увидела там родственника и поняла, что, как раз увидела в тот момент, когда выбирала хурму, и поняла, что, наверное, это у меня будут не только яйца купленные сегодня. Решила обозреть. Вот теперь приступаю к обозреванию. Я купила киви. Что-то у меня все на три столи вышло, вроде когда. Чек у меня или тут, или в сумке, не помню. Ну, короче, я как-то купила, я даже не врубилась, сколько там с меня спросили. Расплатился карты и пошел дальше. В общем, киви. Что-то мне захотелось. Последний раз, когда я после Нового года покупала хурму в магните, что-то она у меня как-то, я половинку съела, половинка у меня откинула копыта. Как бы сказала моя бабушка, она мучилась, мучилась. В результате, я не знаю, как она бы сказала, если пройду, который я коньки откинула. Ну, в общем, она мучилась, мучилась, не дожила, и я ее вытянула, потому что она испортилась. В общем, я купила три хурмы, они были мягкими. И они выглядят по-другому, чем та хурма, которую я покупала под Новый год. Та была крупная. Наверное, у них какие-то разные сорта. Но по цвету она была, ну, может быть, такая же. Я купила таки себе пакет яблок, на который смотрела геологически там. И тут решилась все-таки. Что-то, по-моему, за вес 64 рубля с копейками за килограмм. Ну, тут чуть-чуть меньше килограмма. Такие маленькие круглые яблочки. Живет оно, сейчас я зевну. Я даже вырезать зев не буду. Этот самый, сколько тут живет? 60 суток, короче, два месяца оно живет. Я надеюсь, они у меня не успеют коньки откинуть до того. Ну, в общем, короче, я надеюсь, или за их срок годности успею съесть. Я увидела по скидке вишню 79 с копейками. Ну, грубо говоря, 80 рублей за 180 грамм. И там, конечно, есть ешка, сахар, еще какая-то фигня. Но последний раз я покупала вишню в высшей лиге. Я не знаю, по-моему, я не обозревала эту покупку в этот раз. Там еще родня покупала. Короче, по вкусу мне в некоторых пакетиках а там навес такие вот, упаковочки уже развешанные были. В некоторые моменты вот ощущение там с духами какая-то вишня или еще с чем-то. Я подумала, что решила вообще, что, наверное, и в той вишне какая-нибудь ешка есть, и в этой вишне. Просто здесь пишут, а там нет, которая навес. Там-то вроде она как-то дешевле, но тут была по скидке, я решила, что почему-то еда. В общем, вот. Полезная вкусность, скажем так. Кто-то у меня просил обзор, ну, в общем, когда-нибудь я все-таки сделаю. Я хотела сначала, когда сюда шла, еще до того, как встретила того водителя на том пешеходном переходе, обозреть сначала покупки и заодно сказать, какие бы, вот я люблю эти полезные вкусняшки. В сетевых магазинах вот это у нас. Natur Foods, вишня сушеная. Тут у нас, ну, как я уже говорила, 180 грамм. Сушеная вишня, сахар, лимонная кислота и консервант Е-223. Живет она 12 месяцев. Вот. По-моему, она практически такая же, один в один вишня сушеная. Я сегодня как раз доела вкусную вишню. Да, у меня тут чек. Сейчас я узнаю. У меня даже 14 баллов на счастливые на эту карту пятерочки. Сколько тут? Ну, грубо говоря, 300 рублей без какой-то копейки. Там был какой-то сок. Вообще, у меня куплен гранатовый сок. И почти еще полная бутылка. Но что-то я увидела по скидке эту самую великую деревню глобал. Мировая деревня. Фиг знает апельсин этот. И решила все купить. Апельсинового сока. Может быть, из-за того, что я тут два дня влюблялась в компон. И яйца. По-моему, я такие яйца выбрала. Хотя фиг знает, они все на одно яйцо, да? На одно лицо. Яйца куриные, пищевые, столовые, 10 штук, вторая категория. Мне уже кто-то в комментах объяснял разницу категорий. Но я как-то не загоняюсь. В общем, яйца как яйца. Сейчас увидим. Что это яйца? Ой, они белые. Вообще, очень давно не попадали белые яйца. Я еще думала, сейчас увижу такого цвета яйца, которые обычно яйца. И скажу вам, что вот холики-холики, меняет и мыло. Как раз вот одно из яиц было такого цвета. А оказалось, что не белые. В общем, белые яйца. Синявские белые яйца. Синявская 2С. В общем, вот яйца. В общем, вот такая у меня покупка. Такой у меня видос. По поводу этой трансляции вы там скажите, что как надо вообще. Ну, может там тему какую-то. И нормально ли будут эти значки обозреть. Как-то так. И да, там говорили, что 3 часа много. Я на самом деле вообще не в курсе, сколько это должно идти. Так что вы там, если что, ваше предпочтение, скажите, сколько вообще это должно идти. Все это тра-та-та-та-та-та-та. Я единственное поняла, что это в каком-то плане, наверное, не знаю, плюс или хорошо или что-то такое, что вы мне что-то пишете, а как бы вы меня видите, вы меня слышите, я вас не вижу, не слышу, но могу читать ваши эти комментарии. Вот единственное, что я поняла, и, наверное, это типа хорошо. Ну, может быть, хорошо вам, что вы общаетесь со мной как бы вживую, да? Типа как по скайпу, когда у кого-то есть вебка, а у кого-то нет вебка. Ну, почти как по скайпу. Ощущение, по крайней мере, было примерно такое, как вот общаешься с каким-то другом, до хрена всего сказал, в голове ничего не осталось. В общем, всем спасибо за просмотр, ну и да, всем пока.